Пока Акали ворует лапшу у Арчи и Киры, команды из Европы воруют надежду на хороший домашний чемпионат мира у команд из Кореи и попытаются сейчас остановить Real Never Give Up, команду главного претендента на чемпионство в этом году, потому что есть реальная возможность, что им придется играть тайбрейк за выход, не за первое место, а за выход из своей группы в одну четвертую финала. Впереди у нас пока, впрочем, матч между сильными командами Cloud9 и Vitality, которые сегодня пока не проигрывали. Cloud9, команда Северной Америки, замены у нас, насколько я понимаю, нет. Играют все так же третьи группы подряд сегодня Swinskern. Ну и команда Vitality, конечно, на коне, подобно никнейму их стрелка. Atila в свое время был азиатом, который завоевал Европу, а этот Atila европейский, который завоевывает Азию. В мире Лиги Легенд, пока у него, учитывая, что его первый год вообще на прос-сцене, все максимально у команды Vitality хайпова. Очень агрессивная команда в этом. Мне кажется, вот они первые игровые дни свои, они чисто прощупывали команды, смотрели как что, и впоследствии поняли и вообще посмотрели другие тоже матчи, другие группы, поняли, что очень многие любят поскейлиться. Вот эта мета, которая пришла, где мы там шаю берем на фирспик, где мы берем кайсы, где мы скейлимся, где там игра начинается только после 30-й минуты, если вражеский фаворит вас не перекатил, они поняли, что зачем вы вообще должны терпеть. Мета располагает для того, чтобы всякие вот эти синдры, лебланки, дрейвены, кайсы берутся прямо сразу. У нас огромная кризис чемпионов, которых мы можем взять. Если Люциан перестал работать еще на предварительной стадии, то какие-нибудь дрейвены, которым не будут готовы, вообще спокойно можно укатывать. Давайте послушаем, что, собственно, герой команды Vitality сегодня, Аттила думает про команду из Северной Америки про Cloud9. Сегодня Vitality свои игры выигранные не отдают, но и снеги сегодня сияет не менее ярко. Мы видим, что по урону в минуту все максимально близко, то же самое и по КДА, и по участию в убийствах, очень близки по перформансу своему боку стрелки у нас. Играют и вопрос, конечно, кто из них будет сильнее сегодня, начитывая важность и кайсы, и дрейвена для обоих из них. Это открытый вопрос. Ну и плюс еще хорошо подготовились к сегодняшнему дню Cloud9 и Team Vitality. Они очень много дыр нашли в своих оппонентах. То есть и Cloud9 увидели, что там Синдра слабенькая у Крауна, ему легчайше отдали, и контрпикнули Ноктюрном. То есть много таких дыр, и Vitality то же самое. Вопрос, Арчи. То есть вот Зейзл и Джек Тролл сегодня оба играют как чуть ли не MVP своих команд, потому что трэш Джек Тролла выиграл во многом игру первую, а Зейзл, как ты говоришь, во многом прокерил игру с командой РНЖ. Кто, по-твоему, более силен? Я думаю, что все-таки сильнее будет Джек Тролл, потому что Зейзл показал только одну такую игру. То есть до этого перформанса такого и не наблюдал. Скорее всего, что он был просто на очень комфортном для себя пике. Алистар сейчас один из самых топовых героев. А Джек Тролл стабильненько. Ему отдают трэша. По-моему, в одной игре он только бан трэша получил пока что. И за счет этого, ну, импакт, количество, импакт, который он оказывает на эту игру, оно стремится... Это такая проходная была. Чисто проходная, чтобы разрядить обстановку небольшую. Импакт в Team Liquid, а его никнейм в другой группе совсем. Пока у нас более активно наблюдается. Шая для Сники забирается на первый выбор. Это чемпион, которого очень высоко ценили в своих драфтах КТ. Что, мне кажется, прошло не так прямо сразу. Я думал, что будет борьба за Дрейвена. Я думал, что будет борьба за Дрейвена и чуть ли не... Let's go! Они сейчас могут его, кстати, на топе опять отправить. Он же уже играл на топе. И вот Ноктюрн, и сверху еще Браума. Какой-то Листара какого-нибудь... А еще и Хикарима можно туда завести. Любого Танчилу, какого-нибудь на бот. И Шен после шестого будет летать. И Ноктюрн будет летать. Нет, вот Клоудная, скорее всего, были готовы. Специально это сделали. Как бы это не ошибка ни в коем случае. Я думал, что будет бороться за Дрейвена. Клоудная решили по другой стратегии сыграть. Мы не боремся за этого чемпиона. Мы не хотим себе забрать Дрейвена, потеряв что-то большее. Поэтому они просто его отдали и будут сейчас сконтрить. И уже, в принципе, герои взяты против этого. То есть вчера Вандер на комментировании рассказывал про то, что там Деф на Джингсе играл, играл, пока против него не вывезли Ноктюрна с Шеном. И он там умер пять раз и больше не брал. Вот то же самое может случиться и сейчас. То есть есть Дрейвен, есть Трэш. Виталий сегодня такой связкой уже сыграли. И хорошо сыграли, отыграли. Нафидились и выиграли Генжи. А сейчас нужно поиграть против Шена плюс Ноктюрна. Еще мы не знаем, какой будет саппорт. И, возможно, это даже будет не Шен. С другой стороны, если Виталий заберут себе Грагаса, то связка Шен-Ноктюрн просто не доедет от Дрейвена. То есть они влететь влетят, но их просто откайтят. И, к сожалению, польза связки Клаудэнс ведется на нет. Можно еще добрать, конечно, Галлио. Я думаю, что именно его должны сейчас банить Виталити. Потому что чемпион приоритетный для Дженсона. А вот Жизуки как-то особо на Галлио не особо играл. На Галлио, да, уехал. Да, смотришь. Рейкон туда же. Эту связку он не разбивает, потому что слишком много инициаций, слишком много поддержки было бы. Поэтому эти два героя саппортящих и инициирующих тоже уехали у нас. На что можно сейчас в трэша зарядить? Наутилус есть, есть Браум, есть Грагас. То есть пики все еще остаются, однако связка Трэш плюс Дрейвен, ее отконтрить очень тяжело, даже при учете того, что пиков против трэша остается очень много. Но лучшим здесь, наверное, выбором все-таки будет Браум для Клауднайн. У них уже два миличемпиона есть. Хороший будет протект против Дрейвен. Дрейвен вообще терпит от Браума очень сильно. В философии Виталити очень проста. Первая цель Хукаец, в нее прилетает контроль от Сиона, ультует по ней Трандл и топорами ее закидывает Аттила. Ну да, и, кстати, еще они выключают возможность того, как Аттила сегодня в первой карте собирает поклон Лорда Доминика третьим предметом. То есть здесь эта надобность, она отпадает, поэтому можно просто грань покупать, а резисты будут срезать уже Трандл. О, это же, кстати, ключевой чемпион на центральной линии для Дженсона. Он на нем хорошенечко отыграл в регулярной стадии. Все ноги побаивались этого героя. И даже в предварительной стадии, насколько я помню, против Клоуд Найн там первые пару каток отбал... Ой, какой чемпион появляется прямо на верхней линии. Обычно этим занимался импакт в прошлом году, когда он в Клоуд Найн играл. Именно две карты с этим героем на верхней линии они у W и две карты отжали, но вот на пятую не хватило, потому что этот герой просто в бан улетел. А здесь он будет против Сиона играть. И Сиона, кстати, хоть и через Кухан играется, и много демеджа, и можно убивать этого Синжда, но в целом... Время сигнатурной битвы Дженсен на зелене и Джизуки на эко. Битва времени! Кстати, у нас играют два чемпиона, связанных с откатами разными, и временем, ускорениями и так далее на медлейне, поэтому посмотрим, кто из них настоящий. Вастелин этого такого, этой стихии. Ну, Клоуд Найн просто нельзя ввязываться в ранние драки против Виталити. Вот им нужно, что у них хуже всего получается, это просто подождать. Просто подождать. Виталити же должны в свою очередь давить на карте максимально, особенно им важно выиграть мидлейн здесь, и разогнать Джизуки, чтобы он впоследствии смог встать на сайдлейн и создавать большой прэшер. Его невозможно будет, в принципе, остановить, и сам тимфайт будет тоже очень сильным. Ну что, дамы и господа, битва за время и битва за гарантированный проход в плей-офф. Клауд Найн и Виталити, слово Фошнтон Найту и Вандерфулу. Поехали. Команда, которая одержит победу во внезапно матче дня. Ну, пока еще нет. У нас еще будет, если будет тайбрейк, тайбрейк будет матчем дня. Вандер, этот матч решает, кто выйдет из группы. Кто уже точно выйдет из группы, а кто... Станет первым четвертьфиналистом чемпионатом мира в Южной Коре. Юрий, хронобрейк или хроношифт? Который час? Вот на этот вопрос нам и стоит ответить. Правда, это будет чуть попозже, когда команда уже в ущелье призывателей появится. Ой, Юрий, какая игра нас ждет. Let's go, друзья! Ни шагу назад Клауд Найн и Тим Виталити играют за выход из группы. Самое главное, что, несмотря на то, что вроде бы ставки на этот матч очень высокие, видно, что команды чувствуют себя полностью вообще в своей стихии. То есть никаких нервов, все сигнатурки, все заготовки. Вот оно. Если не сейчас, то, в общем-то, и когда. Проигравший вполне может остаться ни с чем, если Генжи так и не сподобится сегодня выиграть хотя бы один матч, победитель отправится, как может... Извини, потому что Кабачарт прожил флэш. Он трэпит. Слушай, на этой стратегии вообще я думал, она закончилась год назад. Даже полтора. Забей. Ну, Зейзл с Таунтом должен быть. А-а-а! Ловит Шена! Пытается выйти Зейзл, и Зейзл выходит. Ну и... Это стоило того для Клауд Найн. Ничего страшного, ничего не произошло. Подожди, а с Никки каверил нижний куст? Нет. Просто если нет, то можно было и скачок не прожимать. В смысле? Кабачарду обойти снизу. А, это другой вопрос. Потому что Зейзл явно без скачка никуда не выходил. И вот у тебя Сион без скачка на верхней линии против Синджа. Мы видели уже против... Против Гамбит у них был Синджа. Ай-яй-яй! 16 хп! Кики забирает красного теления, Синскен и остается ни с чем. Вандер, ну... Вандер, вот я хотел поставить на Виталити. А поставил на Синай. А знаешь почему? Так. Потому что ближе всего ко мне ты, по прогнозам, который поставил на Синай. Ай, ты решил нивелировать потери. Да. В случае чего. Да. Не люблю, кстати, такую стратегию. Одобряю, но не люблю. Я тоже не люблю. Поэтому вчера пришлось рискнуть, но... Вандер, ты вчера... Время времени еще будет. Ты вчера, Вандер, не рискнул, а в ногу себе выстрелил. Это мы еще посмотрим, кто в ногу сострелял. У меня еще будет несколько попыток. Пока что... Синай надо чуть подождать. Получить ключевые... Даже не предмет, а уровни. О-о-о, тут как бы это минус. Слушай, играет Джек Тролл. Пока еще не минус. А он без... Слушай, сыграл Джек Тролл. Грызет тут кикс. А, вот Кикес тут встрял. Пока еще нет. Не-не, Кикес встрял. Да-да, я вижу. Вот Свинскелен особенно сейчас убьет его точно. Нет, просто лик решил сейчас... Ой-ой-ой! Дженсен! Крэп Джизуке! Николай! Николай! Мало здоровья у Джизуки! Джизуки встревает! И сейчас флеша бомбочку. Попад не попадает за медлением, и Джизуки приезжает. Это первая кровь для Николая Дженсена. Николай Дженсен вполне возможно лучший мидер на Западе. Когда Зилен делает соло первую кровь, довольно грустно должно быть. Потому что персонаж на это не заточен. А Тила делает еще и килл на нижней линии. Вау. 137 голды кэш-аут. Не так много. Но вот это игра, друзья. Вот это я понимаю. Вот за этим мы приходим смотреть. Что там смотришь? Африка играет там 25-ая минута 1-0 счет. Пожалуйста, вот гляньте. Вот это игра. Вот это имба просто, друзья. Поднимите щиты в чат за свою любимую команду. Потому что обе команды западные. Они знакомы, наверное, нам слегка лучше, чем все-таки восточные команды. Ну, одна из них просто, наверное, самая любимая вообще команда западная. За исключением Фнатика. То есть Фнатика и Синайн это самые... Ну, ТСМ, понятное дело. Три вот команды с Амплевыми. ТСМ на этом турнире нет. Так что понятно, что сегодня у Синайн будет преимущество. Ну, Жизуки здесь, если бы прокнул, понятное дело, свою пассивку, то Николай бы отпирался отдыхать. Но в итоге именно итальянский мидер. Вообще Жизуки бы мог еще и в замедлении попасть и как бы и все. Не, ну, чем-нибудь. Ну, попасть не удалось ничем. Смерть здесь зала вопросом времени, наверное, все-таки была на этой ли... А, ну это вообще, это фейл. Это вообще непонятно зачем. И это плохо. Это прям плохо. Это 437 голды на ровном месте для Дрейвена. Это меч с этого бэка, это плохо. Попробуй против Дрейвена, постой. Есть до сих пор возможность у Синайн реализовать то, что Кабошарда не было скачка. Правда, это окно резко закрывается, там осталось чуть меньше минуты. Это уже не окно, знаешь, а такая форточка. Да, там. Ну, и форточку не вопрос, что Синджет пролезет. Он, конечно, пчеловод, но вряд ли получится. Через форточку. Ванда, ты не прав, он не пчеловод, он и есть пчела. Он когда реколится, там падает тело и вылетает пчела. Ладно. Из тела пчела? Да. Ты не видел? Крепотно как-то, нет? Вандер, ну... Надеюсь, нам покажут. Надеюсь, да, нам покажут. Раз так. Ну, понятно, я как-то все равно запушил зеленую. У него то ли голова взрывается, то ли что-то, я не помню, что происходит. А вообще вот так. По-моему, он просто как бы падает тело, знаешь, как такой сдутый шарик, и вылетает пчела. Что-то такое. Опасно. Звучит очень интересно. Как и любая композиция с зеленым, если Синайн выходит вровень в мидгейм, то у них преимущество. По банальным причинам их просто больше в командных сражениях, потому что есть у них возможность иметь бесплатный Guardian Angel на любом персонаже, у которого не такой большой кулдаун. Зайзал опять тут приехать может и, скорее всего, нет, не будет. Кулда была бы не идеальная. Дженсен. Шестого уровня уже, то есть Эка не может его убить, а вот дайвить здесь будут. У-у-у-у. Какая досада. Отменять сразу. Почему? А это не отмен была. Ликариш просто сбил этой. Суперклеем? Да, Ликариш просто сбил телепорт. Суперклей сбивает телепорт? Ну, видимо, потому что Ликариш уж сильно далеко был. То есть там ТП давался вот там, где Вард стоит у Ликариша, а Ликариш в это время был вообще рядом с Т1. Суперклей не должен сбивать телепорт, нет? Он сбивает Дэши. Видимо, сбивает телепорт. Лол. А вот, друзья, вы потом и говорите о том, кто что знает, не знает. Кабачарт играет на топе за командой Виталити. Один из лучших топеров Европы. Не знает, что Суперклей сбивает телепорт. Спасибо! Юрий, а ты знал, что Суперклей сбивает телепорт? Я узнал об этом пару месяцев назад. А, в такой же ситуации, я полагаю. Почти. Ну, раз Суперклей сбивает телепорт, то, я думаю, Кабачарт сегодня это узнает. Немножко Кикис здесь приехал. Здесь Дженсен есть, так что Зейзел не рискует ничем. Это вот как раз вот Зиллиан. Все, то есть вот эти все скирмиши в лесу, они все в пользу Синами, потому что Синами могут... Представь, что Ликариш, который играет за Синжда, видит... Кабачарт, который телепортируется и думает в этот момент... Хм. Алло! И в Суперклеево. Телефон заклеивает ему, заливает Суперклейм дверь. И никуда не выпускает. Продолжает здесь Вайталти запушивать на нижней линии, но страшного ничего нет, потому что Сники еще и убийство подвезли, что хорошо для Шай. Будет у нее грозовая бритва со следующего бэка, это будет минут через две. Ну, у Зиллиану только одна проблема, то есть до появления одного предмета он запушивает. Запушивает слабо и только от защиты играет на линии. Вандер Супер... Я сегодня себе клей-момент куплю, пока домой буду ехать. Зачем? Будешь пчелу склеивать? Нет, я просто захайпен Суперклеем. А он европейского производства? Или североамериканского? Мне кажется, он немецкого, то есть европейского. Но, возможно, он, как и многое, все сделан в Китае. Справедливо. Потрясающий матчерк. Ну, здесь уже убийств не будет, потому что у Эко есть возможность по понятному причину. Если что, там задоджить все и от ганг выходить. Дженсен, у него вообще вторая жизнь есть в кармане, так что... Вот сейчас у Синскерна шестой ультимейт скоро. Шестой, смысл уровень и ультимейт. Там надо будет смотреть, потому что... Дрейвен кэш-аут велся давно. И настакал уже там больше, чем 137 голды, по понятным причинам. То есть там, если сейчас Синскерна на него нападет и Дрейвена убьют, то будет очень хорошая ситуация для Клауд Найн, которые по голде уже не проигрывают. Еще бы они два убийства взяли. Не, ну они там одно время проигрывали, там, сотен восемь. Но за счет как раз вот своего мини-такого камбэка вернулись в игру и ищут себя уже сейчас хорошо. Ну там модешник немножко недофармливает. По лайту, так скажем, на 10-й минуте 55. Ну ему тут не сказать, чтобы сладко приходится на такой линии. То есть здесь главное ему выжить. Дотянуть до ключевых предметов. То есть получить два предмета. Он свои предметы сам на 20-й минуте получит. Дальше уже можно разбираться. Шая по понятным причинам перескейливает Дрейвена. Ой, сейчас не подставится бы Сники здесь. Да, первую бурю используют все-таки Сники. Ну тут глыб сейчас будет и все равно надо поосторожнее играть. Теперь без первой бури джектролов в скачок есть. Можно и в агрессию поиграть на линии и рассчитывать на успех. Есть шестой уровень Синскерна. Вопрос, что это? Дотрот дракона Кикис. Синскерен имеет шестой. Неплохой трейд от Кабачарда. У ликориша нет телепорта. Зато у ликориша был хил. Ну телепорт, кстати, ликориш отдал до этого. А, подожди, телепорт сейчас будет. Вот он быстро крутится. То есть это он заменил. И там есть телепорт. Сейчас будет, значит. Ну. Ну. Правда, появится пос уже. Слово сейчас, Вандра, на такое очень обширное. Ну не то, что они собирались в контесте, я думаю. Все-таки разница в силе Древена и Шай прямо сейчас слишком абсурдная, чтобы пытаться драться за дракона. И рисковать на этом вообще игру подарить. Синскерн здесь должен краб забирать. Представляешь, Вандра, если бы команда Гамбит была сейчас вместо команды Клауд Найн с учетом 3-2? Я смеюсь предположить, что команда Гамбит и результаты были бы несколько другими. А не такие, как Клауд Найн. Какими? 5-0 было бы? Вполне возможно, что и 10. Друзья, вот вы бы видели... Главное... Вы бы видели... Тонкую черту на лице Вандра. Зейзон встревает здесь, ловит хук. Ульта Атила его не добивает, но он прожимает. Секундомер со скачка пытается играть. Жизуки отлично с прыжка добивает. И прожимает тут же ультимейт. Не успел Дженсен там долететь с репорта. Да, и даже ульта Свенс Керен не помогла. Кикис не ловит первую бомбу. А у Едамаш неплохо станет Дженсен. Сентра бомбы и на Свенс Керен использует ультимейт. Это еще минус 2. Знаете, Юрий, первую он может и не поймал. Но первый поймал Свенс Керен, который привез вторую за ней. И там прям на ноктюре, на голове у него Ау Естан был в пользу Клауд Найн. Забирают они несколько для себя убийств. Другой вопрос, что вышку бы здесь не потерять на верхней линии. Не должны, наверное. И он все-таки не так быстро пушит именно. Когда живой, когда мертвый там попроще. Из-за чего Рэддит Сайн существует в последнее время. И покоряет вашу одиночную очередь... Сколько? Неделю уже? Полторы? Кто? Ну Рэддит Сайн. Не встречался, что ли, ни разу? Что это такое? Ну Сайн-то с гидроидом, который бегает. А Сайн! Господи, я не мог понять, что это такое. Да-да-да-да. Потрясающий персонаж. Здесь вот чуть-чуть не хватило Николая, чтобы долететь. Ваншот. Вот здесь вот ваншот этого Джизуки. И не успевает Зиллиан. Рэддит Сайн? Да, он называется Рэдд Сайн. Я встречал, знаешь... Вот смотри, как Синскерн привез. Класс вообще. Сейчас. Но если не суперклей... Все дело суперклея, друзья! Который замедлил оппонента. Ну раз суперклея... Можно ли бомбу приклеить? Поднять просто хайп за суперклей. Ой-ой-ой-ой. Из-за ликариша, который собирает себе... Рилай. Через АП даже без хп-кристалла. Рилай первым. Приметно будет у ликариша. Будет очень такой... Я видел Сеонов, знаешь, как Вандер? Через Виталити. Изначально. Ну это... Он не такой интересный. Он убивает. А тот прям бежит и вышки твои ломает. В смерти? Одну за другой, да. Не, он нажимает ульт, прилетает. Там у него демолишь. У него гидра, у него зизирот. Снос? Да, и он прямо наказывает. Первую кровь берет Виталити. В плане вышки. Можно ли назвать это первой кровью вышки? Первый кирпич. Ну хотя он и называется же на английском. На английском транслетинге он же так называется. Как? Ну First Brick они его называют. Куда летит. Пока я не готов называть убийство первой вышки первым кирпичом, внимание! Хотел кинуть на верхнюю линию, в случае чего, видимо, от Тила, но ультимейт Древен останавливается, когда ударяет первого персонажа. Но вообще-то два они здесь сделают. И не самый лучший размер. То есть Клодайн разменил Герольда на две вышки внизу. Пытаются сделать две наверху за счет этого самого Герольда. Но успеют туда Виталити ко второй. Герольд сейчас пока ударит, пока тут еще 10 секунд бежать. Нет, тут Виталити успевают нормально. То есть он один раз ткнет и все. И на этом как бы конец. А еще и ультует на случай чего Сион. По-моему, все пытались остановить Герольда, но это не получилось. Сион пытается оглушить Сники. Прямая буря идет. Играют здесь под Жизуки. Есть ультимейт вынужденного прожимать. Но ультимейт нажимает Синскерен. Жизуки играет на СКТ скине, который почему-то Зак назвал Бладмунд скином. Это просто не фейкера скин. Да, и не Изихуна. Ну, Изихун все-таки. Экка просто позже вышла. А чей скинвендер? Будущего чемпиона мира. Еще раз. Предыдущего? Нет, и будущего. А, да? Окей. Хорошо, понял. Прости, ты прям... Легкий для IG. Ты прям оказался сильнее, чем я. Ну нет, понятно, что это скин Дюка, но не всем понятно. Для кого-то это вполне может быть Бладмунд. Но это не так важно в контексте данной игры, где 900 калаты сейчас ведут Team Vitality. Но, опять же, Cloud9 такая ситуация полностью их устраивает. Потому что в 800 калаты у них есть зелен, который позволяет одному персонажу делать чуть больше, чем, наверное, разрешено остальным. И когда уже там 16 уровень, ключевой по респекту у зелен, когда... Будет забавно смотреть, как зелен будет привозить и на актюрни, во-первых, бомбы, это раз... Будет ли вообще? ...из тана. Но, во-вторых, как он будет там ускорять Шаю или даже Ликриша, который будет бегать и всех замедлять, всех дамажить. А учитывая, как у Ликриша пассивка работает, то там Синджет будет фактически на ракетном ускорить. Вообще у Сники пока очень удачный фарм Вандер. Ему трудновато. Ну, фармиться так себе, это правда. 113 на 16 это Вандер очень слабо. Мягко говоря. Это не те цифры, на которые сам Сники рассчитывает, но в ближайшее время Шаю будет быстро набирать, то есть на свои там 160-170 она выйдет к 20-й, минуте. Это самое главное. Тут проблем больше, на самом деле, то, что она 8 уровня, а на уровне 10. Это больше проблем. То есть это как вот в игре Cloud9 с Гинжи был, где там Корджи бегает на Райкане 8 уровня, когда заизвало на шене 11. Это вот разница. То есть разница в контроле за счет этого экспы. В Лиге Легенд иногда экспириенс решает даже больше, чем золото в отдельный момент времени. Лига же очень весело здесь. Ну вот по деньгам. Вот как раз 1900 ведет Дрейвен. Это фактически вот свои 50 миньонов, плюс тот кэш-аут за 400. Да, и Свинскерен ведет на 500. А, и плюс он еще башню забрал первый один, то есть это еще 600. То есть это еще хорошо, что у Сники убийство есть, потому что если бы этого убийства не было, то совсем тоскливо было. Ну там есть теньки в багаже. Достаточно быстро выйдет Сники. Но второй предмет это самое главное сейчас. То есть Си-9 есть чем пооткидываться, вейвклир есть какой-то. То есть Синджет много времени будет выигрывать на боковой линии. Самое главное сейчас в североамериканской команде не драться там, где не нужно, получить вот эти основные предметы, дальше уже разбираться. То есть в командных сражениях им здесь должно быть уютно. Гораздо уютнее, чем в Айтеллте. А то Кабашарт не убьет его сейчас. Не Кабашарт в смысле ликаришь. Я не знаю. То есть там просто смещается вся команда, и вопрос, чем в Айтеллте на этот путь отвечать. Барон, ты нет? Куда едем? Кабашарт, если на каждом интуиционном спрошу, куда едем? Ну он просто не смог вырулить. Я надеялся, что он там вырулит как-то, но нет. Так, Кабачарт будет ли поживать телепорт еще раз. Ульта идет адактурно. Играет отлично Светскерен. И Зейзл проживает оглушение по Джек Троллу. Джек Тролл падает, но падает. И Светскерен, Зейзл в очень большой опасности. Виталийте разворачивается. Атила наносит отличный урон. Тем временем почти упал Сион. Сион погибает. Виталийте пытаться выйти. Это размен общий 2 в 1. Не успел Дженсен нажать тиммейт в Светскерен. Светскерен бы, если бы воскрес, то могли бы они еще лучше подраться. Но опять же это... Светскерен не успел. Но он далеко был. Потому что Виталийн, что если он в Зейзл нажал, то в Зейзл уже позже. А Светскерен далеко был, и он не смог нажать. Ну 2 в 1 размен, Т1 падает. В какой-то момент. То есть в следующей пачке она упадет. Шая получил убийство или нет? Получил убийство Джизуки и Дженсен. Шая убийство не получил. А, даже ассист не получил. Да, а потом Дженсен поражал как раз таки в Зейзл ультимейт. Да, в Зейзл. Ультимейт в Зейзл, да. На нижней линии сейчас Шестинайна отпушит. Как раз вернутся по голоде полностью. Единственное, что команда сейчас разделяет. Фактически это огненный дракон, который сейчас в пользу. Тимвайт ЛТ здесь играет. Здесь хорошо было начало, но ультимейт... А, ну Кики со скачка просто вышел. Здесь вот ультимейт не мог Дженсен нажать. Сенскерен нажал бы... Мог бы тот, наверное, и в Древенов грызться. А Джизуки не погиб. Что для Вайт Алти хорошо. Вот это проблема, на самом деле, кстати. То есть это проблема. То, что Кабошард так сильно проседает против Ликариша на боковой. Если Ликариш будет его гонять, и вообще аутов не будет у Кабошарда, ему придется постоянно подключаться в тимфайты, где Синайн только их ждут. То есть Синайн готовы драться здесь на любых условиях. С Зиллианом, как только там сейчас появится Люден, то есть появится второй предмет Ушей, все, Синайн готовы вообще не отпускать этот тимфайт. Ушей? Что Ушей? Ушей второй предмет, и у Зиллиана Люден. И США купит Люден, я немного удивлюсь. Чуть больше, чем поражением РНГ и Дженжи сегодня. А, возможно, и чуть меньше. Смотря сколько их будет в конце. Ну смотри, одно еще точно будет. Вопрос у кого? Да. Продолжают вайтелл эти пытаться забрать. Оранжи точно играют сегодня тайбрейк. Вопрос только с кем и за какое место. Летает Джизуки, возвращается на ультимейт. Заиздал и прохарасил фонарь. Берет фонарь Джизуки. Сонский Ариан. Там бомба есть еще, не хватит. Бежит он Джизуки, вообще хп практически нет. Здесь Липорт проживает. Ликариш, готов фланг. Суперклей проживает, играет по Атиле. Нет, бежит все-таки в гущу сражения. Для того, чтобы позволять перекидывать Кикеса, встает секундомер. Навонял здесь Ликариш очень много ауры, но падает в ресуррект. Его Дженсен ультит. Встает Ликариш, это минус Кикес. Там Ликариш по очень тонкому льду ходил, когда стоп-очт нажал. То есть на него там ультимейт Дженсен там оставалось буквально совсем чуть-чуть. То есть Ликариш сегодня уже один раз погиб, когда немного переоценил свои силы. Вот здесь стоп-очт совсем лишний был. Можно было его сохранить. Пытаются. Ну вот опять же, то есть Зелен стоит вот сейчас уже с таким предметом, и он спокойно пачки миньонов защищает с одной бомбой. А когда две, понятно, что миньоны даже пробежать не могут, потому что... Они лолят или да. Да, и они прям инстантом взрываются, и Ликариш... Ой, вы мне рекол покажите! Нееееет! И заметь, все эти тимфайты... О, Сники сейчас погибнет. Все эти тимфайты Сники, там огромное количество денег должно быть. Джизуки играет по Сники, и сейчас его количество денег пока не спасает, но скачок! Выходит в итоге. Правда, за счет телепорта Дженсена, но... У которого не было ультимейта. Напугал. Да! За счет телепорта Дженсена, но... Ладно. Ну, опять же, Дженсена, телепорт нажимал, потому что Людена только что купил. Вот здесь вот у Сники, у него до сих пор примеров как бы нет. То есть, будь у него хоть здесь хоть что-то, Джизуки вот здесь уже погибает. Потому что там две бомбы залетают, Актерн еще, и совсем чуть-чуть остается... То есть, Эко отыгран полностью. Это уже 5 в 4 для Каладан. Эко отыгран за то, что полхп позавязал. Даже не 5 в 4, а 6 в 4, потому что есть ультимейт Зиллиана, но вместо этого Ликариш сжимает стоп-ботч, вместо того, чтобы продолжать бегать. Это небольшой фамбл с его стороны, потому что там еще чуть-чуть и погиб бы Синджит, что было бы совсем лишним, но в итоге до Синайн легко отделались. Второго предмета пока, правда, нет у Сники. Не очень это хорошо, но... Мы видим, что даже без Тарола все складывается до них очень хорошо, потому что Ликариш очень сильный, Зиллиан очень сильный, и Шен с Ноктюрным тоже достаточно пользы приносит. А в Италти без вот этой башни на миде они не могут делать то, что делали в предыдущих играх. То есть им нужна эта вышка, чтобы зайти в лес, законтролить Вижен и пытаться делать Барон на Шор чуть пораньше. Потому что у них есть Эко, есть Трэш, есть Трандл. Персонажи вокруг Барона на Шор, которые могут делать пик очень быстро и очень легко за счет всех вот этих конвергенций, за счет Пилара, за счет того, что вот Рэшай в инструментарии есть. Синайн, правда, надо бы Зиллиан, наверное, в миде отправить, но Дженсен уже выиграл на Синдре на сайдлайне в прошлой игре, поэтому флеймить за это не стоит. В прошлый раз они две вышки потеряли на миде за это, сейчас потеряли одну. Наверное, импрув налицо. А вот Кабошард походу все. Кабошард встревает здесь. Есть фонарь, нажми фонарь, нажми фонарь. У юнок Ликлантерн. Ликариш. Unstoppable все-таки в ультимейте своем становится Кабошард. Ну там просто Ликариша ускорили, и сейчас бы он, если бы перекинул Сиона, то Кабошард бы приехал, Синскерн. Второй контроль, третий. Спасибо за своевременное нажатие. Когда уже все прилетело. Но сейчас у Вайт Элоти неплохой Power Spike, потому что Лич Бейн протопелл 2 Эквы. Один из его сильнейших вообще пунктов в игре. Здесь как бы не подставились. Синайн они вот так неловко стоят около этой стены. Это, конечно, хорошо, что они морского дракона забирают, но приоритет на бароне точно отдан. И, по крайней мере, они дают контроль обзора вокруг объекта. А вообще можно и сам объект отдать. Я не знаю, у Ликариша есть телепорт или нет. Потому что пока в книге по понятным причинам мы его не видим. А он не успеет его сделать даже, если сейчас поменяет. Да, тем более. То есть приходится бежать, так? Не, ну он может там на гост на какой-то час поменять, или на госте прибежать, если что. Но Зелин много работы выполняет. Ну да, когда... Когда у Зелина два предмета он закидывает в Барон Пит, то тяжело. Две бомбы? Что? Две бомбы закидывает. Там больше, чем две было. Когда Зелин закидывает два предмета в Барон Пит, то тяжело. Может и предмет закидывать. Чисто так Ро закинул в Барон Пит. А что там больше, интересно, Люден или Ро? Или вообще ботинок можно кинуть? Я думаю, что Ро тяжелее. Ну, раз так, то... Главное, чтобы тяжелее, чем флакончик, который до сих пор есть. Ро, можно в руку взять и прям... Там Шурели есть у Ликориша теперь. То есть они будут бежать еще быстрее вперед. И еще быстрее назад при желании. Но назад я не уверен, что готов здесь Синайн бегать. Потому что... Если они нападают, то для Вайтелти заканчивается все очень плохо. Сетап Вайтелти хорошо работает в Афенс. И не очень хорошо работает от защиты. Поскольку Древен все-таки не лучший персонаж для кайт-врагов. То же самое можно сказать и про Трэша. Да и Сион тоже никогда не отличался. Тем, чтобы... Ну, то есть он может отступить. Но это... От чего себе собирает интерес такой СС вообще Атилы? От Зилиона? От Таун-то, может быть. От Зилиона? Главное, что Суперклей нельзя сбросить. Если бы Суперклей можно было сбросить? Нет, Суперклей можно сбросить, Рут. Если Синджер перекидывает цель в Суперклей, то она приклеивается. А не просто замедляется. Если подозреваешь, что если тебя перебросил Синджер в такой игре, ты Древен. То ты погибешь в любом случае, Рут там или нет. Ну нет, ГОСС Флэш всегда спасение от любых бед. Это если там сверху еще Зилиона не падала. Зилиона подстелилась вот здесь. Джак Тролл не попадает. Не попадает. Хукомы, два, две бомбы летят здесь. Здесь Кллл Найн переворачивает и убивает Джак Тролла Кабачар. Ликариш. Поддерживает скачок. Возможно, здесь Джизуки влетает с Синьки. У Синьки очень мало здоровья. Ультимейт Дженсона уже был потрачен. С Синьки погибает. Прекрасно Джизуки возвращается. Это даблкил для него. Это еще один переворот в этой драке. Правда, это не барона на шор, потому что слишком битый вайт Элте. И главное не забать сейчас Синайн. Вообще у Кабачарда есть ульта. Не, ульта-то у него есть, но Синайн просто прекрасно знают, что делают сейчас вайт Элте. Ой-ой-ой, они сейчас погибнут там. Кабачар погибает. Кабачар должен погибать или флеш пожимать. Скачок есть. А не успеет нажать. Все, Кабачар здесь минус. Да, все, минус Кабачар. С бароном сейчас драку проведет спарринг. Кабачар против барона, друзья. Что? Круг по счету решил вокруг него. Ну а зачем лишнее время терять? Справедливо. Джизуки как бы не поставился. Сыскер на ультимейт уже сейчас. Стревает Джизуки, две бомбы. А это барон на шор для колонной. Да, и ульта у Дженсона есть уже. ТП пошел от Ликариш. Это барон для Синайн. Если только, никто не украдет. Честно, все Кикис без Суша и без шишки. Ну, кстати, даже если у него есть флеш, там все равно это. 16-го левела Ликариш, 11-го Джектрол, 12-го Кикис. Вот Юсей Вандер. Я не знаю, какого уровня Кабачар тут надо так сравнить. 15-го, я думаю. Если не ниже. 14-го даже. Суша играет под Рейвену, и здесь Коэссэм он не поможет. Хотя он и был. Телепорт отменяет здесь Кабачар, и это минус барон. Ну все, Ликариш пошел Кикиса гонять. Кикиса там даже с ультимейтом вряд ли выживет. То есть Ликариш его перебрасывает. Нет, выживет он, возможно, выживет. Да это очень маловероятно. Нет, у Джектролла есть фонарь, по идее, но здесь уже пошло... Там он просто не добежит в этом проблему. Тут и Джектролги выживет. Затем вообще можно было бы ингиб забирать, если бы... Ну а можно вообще игру закончить? Игру нет. Ну вообще да. Да нет, там Дрейм 15 секунд, Кикс 30. То есть они пока Т2 сломают, уже там 5-5 будут живых. Они, учитывая то, как Виталити сейчас последние играют 4 минуты, пока дойдут до ингибиторов, а уже троих убьют. Вот чем может быть то есть. Юрий, не флейм. Я не флейм, я просто констатирую факт того, как Джектролл и Кикс пытались выйти. У них там абсолютно не получилось, потому что Кабачарт ловит здесь уже оглушение. Стан, Таун, Суперклей, Граундед, он еле-еле выходит со скачка, оставшись с 20% бездоровья. И неужели они пойдут даже на ингиб? Там просто жезут со спиной. Это правда. И кто будет танковать? Очень грамотно нужна. Использовать ультимейт свой Дженсену. Но Николай, ну где же ультимейт? Коля, ультимейта пока что нет. Ультимейта пока что нет. И в итоге он только в себя прожимает сники. И Дженсен погибает здесь. Ну, какой себе. Да уж. Они за это ничего не теряют? Что они могут за это потерять? Т2 в миде? Да. И все. Ну там и тут пингин, Т2 на Т3 на боте пингин идут. Пачка, париж. Пачка серьезная, кстати. Ну там сники. То есть сники сейчас пачку зачистить должен. Там сники не подставятся бы сейчас. Если они сейчас умрут... Ой, сники! Это все. Не, на самом деле он время тянет. Да, сники... Он не успеет. Нет? Сники не успеет! Ванда? Это минус, Юрий. Что ты говоришь? Витальти умирают? Да. Вот Клодн, наверное, решили не уступать в этом плане. Поднять, что ты за Вандер, друзья. Приподнять, приподнять, что ты, друзья. Все тебе не так. Нет, мне все так, Вандер. Я очень люблю с тобой комментировать. Просто замечательно. Честно. Не совсем антихайпово, но очень профессионально и здорово. Ты добавляешь нам серьезность. Ну, Т3 все равно Синайн здесь должен защищать. Правда, миньоны выбросили с Зиленом, который был. Второй тоже не дошел. Но там кулдаун редакшн сейчас уже достаточный у Дженсона, чтобы защищать это все. Не самый лучший используем барон на шор, пока что, как мы видим на графике. Есть голды, такое себе преимущество. Вопрос все равно открытый. Что делает Vitality в тифате, который длится чуть дольше, чем 10 секунд? Когда бежит ликариш, которого не убить. То есть ликариш сейчас вообще никто не убивает. Учитывая, что Магреса у него собрана 0. Ну, то есть его должен бить Джизуки один. Но если Джизуки бьет ликариша, за это время падает вся остальная команда. Это все. Если Джизуки бьет ликариша, то... То это конечное. То Сники на фри-хите? Да, и у Сники-то уже 3 предмета. У Зилиана шапка. То есть Зилиан сейчас не то, чтобы он там только ультимейт нажимал. Если там Зилиан сейчас двумя бомбами попадает, это минус Древен сходу. Это вполне возможно минус Эко. Не, еще у Древена уже Хиггс Дринкер тоже есть и QSS, поэтому некоторые... А, ну раз Хиггс Дринкер есть... А, ну, Хиггс Дринкер, да. Не, Хиггс Дринкер и QSS это все-таки, ну... Ну, Хиггс Дринкер просто не было до этого. Ну, видишь, он, кстати, с другим билдом играет, но, опять же, у него пробивание 0. У кого? У Древена. Ну, хотя, с другой стороны, здесь Ликаришь не то, чтобы и армор там собирал какой-то серьезный. Бомбы домашние очень много. Шляпа третьим предметом с настаканным Роа, Дарксилом на 6 стаков, еще и разящим Жезлом и Люденом. Ну, там АП-600 сейчас. Там тысячи полторы просто с этих двух бомб. Да, там АП-600 у Дженсена. Для почти всех персонажей Team Whiteout это серьезные цифры. Не то, чтобы они прям наслаждались тем, что получают бомбы в лицо. Хороший пиво, а? Когда тебе летят бомбы в лицо, Вандер, я не знаком с этим чувством, но, по-моему, это не очень здорово. Влетает здесь Ванскерин, тут же на него использует плечо-плечо Зейзл, играет по Атиле. Атиле Лайель живой! Атила падает! И это может быть концом игры, потому что это ключевой игрок команды Виталити. Джек Тро падает тоже еще и со скачком. Атила успел, конечно, прожать кушать. И не бомба зелена, а именно ульта Ноктюрна добивают того самого Дреймена. Размен 2-0 играют Пенгимитро и можно попытаться и дальше пойти. Игорь Шна, ускорение, не очень он танковый. Ну, он может это позволить, потому что ультимейт-зиле он уже откатился. Да, еще и у Смэнскерина есть танковый хранитель. Залетает он 2-0, по-моему, там Сион чуть не приехал. И можно играть по Нексусу! Команда Клауд Найн, первый четверть финалист, Ворнс, 2018 года, дамы и господа. Ну ничего себе! Кто бы мог подумать? Я не знаю, как они это делают каждый год. Ну почти каждый год, кроме 15-го года. Я не знаю, как они это делают, Юрий. То есть каждый раз Клауд Найн приезжает на Чемпионат Мира. Никаких ожиданий! Какая-то группа там просто убойная. Они играют там ни шатка ни валка. Ты смотришь, да как эта команда вообще может куда-то там выходить? И год от года они умудряются показывать что-то в какой-то момент в самый необходимый. Ну кроме, опять же, 2015-го, когда там совсем настолько была слабая команда, что даже героя с Дженсона на первой неделе не хватило. Ну, в Айтелте там, понятно, немного шоковое сейчас состояние, потому что это то, о чем мы говорим. Две победы на Джен-Жи, победы на ДРН-Жи. И вполне вероятно, что в Айтелте даже до тайбрейков не дотянут. Просто потому что два раза проиграли Си-Найн. Это очень напоминает, очень напоминает того, как флэш-волл с ней вышли в 16-м году из групп, когда они играли вровень со СКТ, вровень со Си-Найн, но два раза проиграли Аймэй, включая игру, когда Аймэй играли без основных игроков. Ой-ой-ой. В Айтелте, Вайтелте. Какой шанс может быть упущен, но сейчас все их... Вандер, ну наконец-то хоть к пятой игре мы с тобой угадали один прогноз. Ура! Хоть что-то создаем. В середине четвертой игры Леша сказал о том, что вполне возможно... В середине третьей. Он сказал, что вполне возможно, что сегодня у меня будет 0.6. Про себя. Не про меня, про себя. Там у многих сейчас. Многие идут на 0.6 до сих пор. Многие 0.4, да. Там на 0.6 многие идут, потому что там на Ген-Жи большинство. А не на РНЖ. А учитывая, как корейская команда сегодня играет... Хотя не сказать, что китайская играет сильно лучше, но... Сложно сегодня что-то предсказывать, но то, что Синайн как минимум в четвертьфинале... А с какого места, это мы узнаем чуть позже, потому что Синайн сыграют... Хотя они могут... Если сейчас Джин-Жи выиграть, Синайн вообще с первого места выйдет. И не будет никаких тайбрейков. Могут Синайн еще одну сегодня сыграть. Могут не сыграть. Главная задача для них уже выполнена. Они уже минимум на втором месте. Следующий матч, друзья, будет РНЖ и Джен-Жи. Если команда РНЖи одерживает победу, она отправляется в тайбрейк против команды Клауд-Найн. Для того, чтобы определить, кто из них с первого Сида будет сортовать, соответственно, плей-офф. А кто со второго? Если же команда РНЖи терпит поражение от команды Ген-Жи, которая, возможно, как-то соберется с силами, чтобы показать хоть что-нибудь на этом турнире, кроме одной блеклой победы над Клауд-Найн. Одной победы. Она не была блеклой. Если они соберутся с силами, то команда Виталити будет еще иметь шанс попасть в плей-офф. Хотя бы со второго места в тайбрейке против команды РНЖи. После такой замечательной встречи мы не можем не поинтересоваться у Алексея Генея Сраманова и его студии-аналитики, что они думают насчет предстоящего матча и пятой карты, которую мы увидели только что между североамериканским и европейским коллективом. Поэтому, Алексей, тебе слово. Эта команда экспериментировала с составом в начале летнего сплита. Им говорили, что они безумцы, они занимали последнее место, они заняли второе место в регулярке. Им говорили, ну в плей-офф вы точно вылетите. Они заняли дошли в финал и играют в финале с командой Ликвид. Им говорили, ну в регулярке, там, в отборочных оригинальных вы точно проиграете. Они обыграли команду ТСМ и не пустили их на чемпионат мира. В плейд им говорили, ну вы играете очень нестабильно, там, проигрываете игры, там, японцам и так далее. Вы самая слабая команда в БО-5 плейне. Они говорили, окей, обыгрывают Гамбитов 3-2. Ну теперь у вас группа смерти. У вас РОВН, у вас ГНГ, вы оттуда не выйдете никак, вообще без шансов. Они проходят. Первая команда, участник на четвертой вообще плей-офф чемпионата мира, команда Клауд Найн. Самая успешная команда из Северной Америки в истории региона. Как они это делают, спросил Вандер, это вопрос. Как они это делают раз за разом, из года в год, находят какие-то пути пробраться в плей-офф стадию? Это безумие. Я хотел бы отметить, что оба драфта были, тут ни один другого не контрил. То есть это оба выигрышные драфты, то есть команды взяли все, что хотели. То есть Клауд Найн контрили как раз таки дрейвен вот этими всякими синджидами, да, ноктюрными. А вторая команда взяла себе комфортного дрейвена, на котором они сегодня перекатили РНЖ. И также, то есть всего Нека, это все взяли как раз таки свой комфортный пик, добрали Трандла. По игре, по игре сетап, который был у Клауд Найн, он был интересней. Там было много таких блайндовых всяких связок, которых можно сразу не увидеть. По типу, где зелен ускоряет ноктюр, на который прилетел, и которому не обязательно скачком корректировать свой страх, а достаточно просто на ускорении добежать. Там то же самое Дженсен может ускорять синджида, у которого и так два ускорения есть, который и так отталкивается пассивкой от своих героев, которые рядом стоят. То есть там у спида огромное количество, и перебросить кого-то вообще реактивно прям нет проблем. Поэтому тут Клауд Найны нигде не ошибились. Ну, как бы там ошибки были, у обеих команд кто-то встревал, кто-то там цеплялся. Но в целом в исполнении своего тимп-компа они были на высоте 3-0. Поздравляем Клауд Найн. Ну, я бы отметил у Клауд Найн то, что они замечательно контр-инициировали на агрессии Виталити и смогли все-таки удержаться в этой ранней стадии игры. То есть до 15-й минуты у них в принципе все достаточно ровно было. Да, они потеряли вышку, по-моему, на боте. Но в целом контр-ганги замечательные. И у Виталити практически ничего нет, чтобы ответить на тимфайт. То есть чем дальше игра заходит, чем сильнее становится Синджит, Зиллиан. И вот эта вот связка Синджит, Зиллиан, мы ее обсуждали, сидели. То есть опять же, если Синджит выживает в ранней стадии игры, он собрал Релай Маску, как ты сказал, и начинает просто делать ветер в тимфайтах. То есть в принципе до вот этого момента дошла игра, и Клауд Найн уверенно забрали эту победу. Там еще причем очень долго не появлялась грань у Дрейвена, из-за чего он не смог бы там налево-направо крикты раскидывать и прям кого-то жестко нюкать. Даже там до последней драки, поэтому... Ну и контриль его в драках хорошо. То есть он только подставится, хочет пострелять. Там Ликариш проджал флэш, все, его ваншотнули. То есть стаб слева был, конечно, очень силен. Исполнение тоже на высоте. Если бы здесь Джизуки не божил на свой мэк, то они бы могли проиграть игру минут так на 10 пораньше. А если бы Клауд Найн где-то замешкались, где-то Зилок там лишний раз не ультанул бы или умер бы, или подловился бы, допустим, Сники где-то лишний раз, то могла бы игра по-другому совсем пойти. Но Клауд Найн сегодня сильнее, да. Ну, в начале игры я хайпил, конечно, Джек Тролла, что у него замечательный трэш, и что Зайзал ему не может ничего ответить. Но вот что-то в этой игре он меня прям подвел, и его хуки были не очень точные. Значит, в цель он не попадал. И реализация трэша, я бы не сказал, что была прям хорошая. Да, за раннюю стадию, там, за первые 10 минут лейн-фазы он отыграл неплохо. Но потом по игре, к сожалению, трэш, как пик здесь, стал просто бесполезным. За счет того, что есть Зиллиан, есть фронтлайн в виде Синджеда, который бегает, и трэш ему ничего уже не может сделать. Он не может просто задефать своего адэшника от Синджеда на мувспиде. Ну, вопреки тому, что играли Виталити своим комфортным пиком, все же драфт Клауд Найн тоже был им очень хорошо знаком. Синджед у нас уже был от Ликариша до этого. Зиллиан — это прекрасный чемпион, знакомый Дженсену. Ну и Ботлайн тоже сделал все возможное. Ноктюрн, в принципе, выиграл во многом игру, потому что именно его зарет хорошо с работу под Рейвену, и Атила, как только Атила погиб, то уже тяжело было что-либо там сделать Джизуки и команде Виталити. Поэтому команда Клауд Найн гарантированно проходит в плей-офф-стайе чемпионата мира. Вопрос, с какого места, потому что все еще у нас впереди игра команды Royal Never Give Up и Gen.G, и тайбрейк. Вопрос, кого с кем? Потому что играют в нем гарантированно Royal Never Give Up, и ситуация такая, что они играют либо за выход из группы с командой Виталити, либо за первое место с командой Клауд Найн, в зависимости от того, кто выиграет в последнем матче на сегодня. И учитывая, что происходит, в принципе, в группе В пока, я боюсь даже говорить, кто там фаворит, а кто там аутсайдер. Потому что да, Gen.G играют уже, ничего у них не решается. Давайте по-другому поговорим со Sneaky и с Ликаришем из команды Клауд Найн, и узнаем, каково это выйти уже в который раз в плей-офф чемпионата мира. Максимальные у нас происходят апсеты, которые вообще могли бы быть. Вопрос первый, Sneaky, потому что он дольше всего играет. Снеaky был разлён, потому что он пытался, видимо, кепку или шапку надеть на игры, и ему не позволили играть в шапки или кепки. Когда мы предлагали команде Gen.G, очень многое открылось нам. Мы поняли, что нам необходимо драться раз за разом. И у нас получалось выигрывать, мы перенесли эту стратегию на сцену, это работает. Вопрос к Ликаришу, новичок на этом чемпионате мира, вообще ожидания от него нет. На плей-оффе было всё здорово, и в группах тоже играет прекрасно. Очень здорово, конечно, выйти на первом чемпионате мира из группы. Я очень рад, что мы как команда собрались и смогли прорваться. И когда мы начали драться, у нас всё начало получаться. Вопрос, не так считая шок, что это небольшое такое променьшение, потому что не просто они вышли из группы, но и из этой группы, где были Gen.G и RNG. Насколько вообще, в принципе, подошла команда CloudNank к последнему матчу, играть с максимально комфортными чемпионами, они решили, что необходимо поиграть как-нибудь с Зиллианом, но его банили постоянно, и вот в этой игре, конечно, получилось его забрать. Шайл очень сильна, очень нравится в снике этот чемпион, и поэтому, когда все получилось хорошо. В этой игре непонятно было, что именно происходило. Олег Корич говорит, что он всегда переживает перед игрой отсюда, потому что есть шанс, что он будет просто бесконтрольно умирать, но пока всё неплохо. Если мы говорим про нервы, то у меня всё было в последней игре хорошо, в ранней игре всё было неплохо. Небольшие качели, но, в принципе, всё было комфортно. Чемпионы были у нас хорошие, поэтому игра проходила под нашим более-менее контролем. Опять же, у Виталити тоже очень похожая ситуация была у CloudNank, потому что Виталити тоже это первый чемпионат мира, и Виталити хорошо очень играли, защищались. Если бы игра была другая, возможно, они бы закончили игру ещё быстрее, но они оборонялись, поэтому тоже уважение команды в Виталити от Ликариша. Всегда у CloudNank, на самом деле, вопрос именно, что именно с этим составом получается всё очень хорошо. Снике хвалит уровень синергии, которая образовалась в том конкретном составе, и мы очень близки, мы понимаем свои проблемы лучше, и, начиная с плейнов, мы работали над собой, над своей игрой, и это превосило свои плоды. Пока это не всё для CloudNank. Вопрос именно последний, касаемо веры фанатов в эту команду. Все благодарят Ликариш за поддержку, конечно, потому что много болеют за команду CloudNank, и с ней говорит, что команда CloudNank в подобной игре в Fortnite, про это мы поговорим в следующий раз, это новая актуальная, больная тема для комьюнити Северной Америки. Вот, что иронично, потому что была критика про то, что якобы команда из NLCS играет слишком много в сторонние игры, они в Лигу Легенд, проходит буквально сутки, и команда CloudNank, где, опять же, было много слухов от того, что Дженсен и Сники их заменили в начале лета, потому что они играют в другие игры очень много, якобы они очень плохо играли в скримах. И вот, пожалуйста, Дженсен с Ники плей-офф чемпионата мира. Так что делайте свои выводы, дамы и господа, небольшая пауза. И матч Royal Never Give Up, Джен Джи. Группа B означает чистое безумие.